МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в международной программе «Середина Земли» мы расскажем о том, для чего забайкальские ученые поедут в Армению. Моя здоровая семья. Родители и воспитанников детского сада научили вести правильный образ жизни. Об этом в программе «Середина Земли». Я приветствую зрителей телеканала «Аист» в международном информационном выпуске «Середина Земли». С новостями забайкальского края вас познакомлю я, Татьяна Салихова, и мои коллеги. Они побывали в Америке, в Европе и еще со школы мечтали увидеть Россию. Двое французских путешественников из Марселя, которые едут автостопом, добрались до Читы. С ними познакомилась Вера Осадулина. Луик и Антуан родились в Марселе, получили высшее образование и поехали путешествовать автостопом. Едут с фурами и легковыми автомобилями. Кто остановится? Проще сказать, нигде они побывали, а где еще не были. Смелый маршрут «Марсель-Москва-Москва-Владивосток» пройден более чем наполовину. Вчера был обычный рабочий день. Мы находились в еврейской общине. Открывается дверь, заходят два чудных молодых человека, которые путешествуют по нашей России. И проходя большие города, они стараются найти синагогу, либо общину еврейскую. Именно почему? Потому что Луик имеет еврейские корни. Существует сайт, где такие же путешественники оставляют свои контакты в разных городах и оказывают друг другу помощь. В Чите помогли организовать ночлег представители еврейской общины. Да, там много километров, степь и город. Дикая Россия. Я думаю, Чита, немного евреи, мусульман. Вчера ехал буддист. Буддист, синагога. Тоже крестьян, много крестьян, мусульман, буддист, еврей. Дикая Россия. Все, один маленький город. Понимаешь? Луик и Антуан до приезда в Россию не говорили по-русски вообще. Но карманный словарик и, как принято говорить, постоянная языковая практика сделали свое дело. Кроме словаря, путешественники везут с собой дарбуку, турецкий барабан, чтобы можно было весело провести время. Сегодня французы уже выехали из Читы. Следующий их пункт остановки – Биробиджан. Давай, давай, давай. Лето – это уникальная пора для проведения археологических изысканий. В этом году забайкальские ученые будут работать не только в своем регионе, но и примут участие в составе международной экспедиции. Куда и с какой целью отправятся наши археологи, расскажет Антон Матушевский. Для шести забайкальских археологов это будет первая поездка на территорию Армении. Эта страна все больше привлекает исследователей периода палеолита. Сделанные здесь находки последних лет внесли изменения в традиционные представления о расселении древних людей. Если раньше основным центром происхождения человека считалась Восточная Африка, то благодаря работе армяно-российской экспедиции теперь уже на территории Армении удалось обнаружить несколько археологических памятников, чей возраст сопоставим с африканскими культурами. В территории Армении последние 10 лет были открыты самые древние памятники в Евразии. Их можно перечислить, это Карахач, Куртан, Мурадон. Датировка нижних слоев этих памятников восходит сейчас к полуторамиллионам лет, миллионам лет. Таких памятников на территории Сибири нет. В первую очередь возможность познакомиться с забайкальским археологами и с теми памятниками, которые есть, и с теми отложениями, в которые они включены. В основном экспедиции придется работать в августе-сентябре. Ученые будут жить в палаточном лагере и проводить раскопки на местности. Как говорят забайкальские археологи, в отличие от наших глинистых почв, закавказские изобилуют камнями и валунами вулканического происхождения, которые когда-то были хорошим материалом для создания первобытных орудий труда. Правда, это осложняет земляные работы. Верхние слои грунта приходится вскрывать киркой. Однако, только таким трудоемким способом и можно обнаружить новые находки, которые, кстати, очень сходны с теми, что уже обнаружены в Забайкалье. Буквально недавно нами было открыто поселение Сухотино-16. Оно входит в Сухотинский комплекс археологических памятников, которые находятся на Читовской особке. Материал Сухотино-16 разительно напоминает поздние материалы армянского ашеля. Это так называемый Black Saga-Sheri, ашельный Ачепах. Там также присутствуют бифсиальные орудия труда. При этом, как армянские материалы, которые датируются поздним ашелем, как и наши материалы, которые также датируются нижним палеолитом, они находятся на поверхности. То есть они находятся в переотложенном состоянии. Сейчас забайкальские ученые готовятся к своей экспедиции. Необходимо уладить вопросы с визой, размещением на местах, да и финансовые проблемы не на последнем месте. Впрочем, часть уже выделили спонсоры. В частности, помогла армянская диаспора Читы. Антон Матушевский, Владимир Дементьев. Середина земли. Забайкальский край. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Бурятии. Они уже с нами на связи. Здравствуйте. Расскажите, что интересного произошло у вас. Здравствуйте. На связи Бурятия. В студии Дарья Белоусова. Сейчас я и мои коллеги расскажем о том, что происходит в нашем регионе. Буддисты Бурятии празднуют день рождения его святейшества Далай-Ламы. Ему исполнился 81 год. В Театре оперы и балета в честь этой даты состоялось торжественное мероприятие. Праздник открылся молебном от долгой жизни Далай-Ламы и продолжился благотворительным концертом с участием известных творческих коллективов и мастеров искусств. И к другим событиям. В России стартовала акция «Не паркуй ребенка». Ее главная задача – предупредить водителей о том, насколько опасно оставлять детей одних в припаркованном автомобиле. В число городов-участников вошел и Улан-Удэ. О том, какая ответственность может ждать тех, кто оставляет детей без присмотра в автомобиле, смотрите в нашем репортаже. Для этого мальчика машина только кажется увлекательной игрушкой. Родители ушли и явно не подумали, куда покатится автомобиль, стоящий под уклоном, если его снять с ручного тормоза. Взрослые часто забывают, что любое авто, даже с выключенным двигателем может стать большой угрозой для ребенка. Высокие температуры, электричество, топливо. Оставшись один в запертой машине, даже взрослый человек подвергается большой опасности. Последствия могут быть самые страшные сейчас, когда особенно период высоких температур, жарко. И иногда встречаются случаи, когда взрослые спешат и оставляют ребенка на какое-то время в автомобиле. И здесь угроза не только здоровья, но и жизни ребенка. По словам Павла Астахова, в нашей стране за год в запертом автомобиле умирает около 12 детей. В связи с этим по всей России проходит акция «Не паркуй ребенка». К ней присоединился и Улан-Удэ. Сотрудниками ГИБДД, совместно с уполномоченным по правам ребенка, Минсоцзащитой, Министерством образования республики и вместе с юными инспекторами был проведен рейд по поиску детей, оставленных одних в машине. Также водителям выручили памятки с ответами на вопрос, почему нельзя оставлять ребенка в машине одного. Цель акции – рассказать родителям, вообще к чему может привести, когда оставляют ребенка одного в машине припаркованной. Также мы рассказали родителям, как правильно и безопасно перевозить детей в машине, к чему может это привести. В Европе за оставленного в машине ребенка штрафом не отделаешься, можно даже лишиться родительских прав или сесть в тюрьму, независимо, пострадал ребенок или нет. Результатом всероссийской акции станут поправки в законах, основная из которых – лишение водительских прав или штраф до 5000 рублей за оставление детей младше 12 лет одних в машине. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний должны проводиться с самых ранних лет, уверены врачи. В детском саду Теремок прошла профилактическая акция «Ключ к здоровью». Всю неделю специалисты Центра здоровья обследовали малышей, а по результатам провели обучающие тренинги с их родителями. Какие заболевания стоят на первом месте среди детей и как их лечить, узнавала Елена Власова. Для начала проверяют артериальное давление и объем легких, затем смотрят состояние сердца. Лежать на кушетке в компании друзей не страшно, они всегда поддержат. Ты боишься за свою подругу? Нет. Переживаешь за нее? Нет. Как ты считаешь, ей больно или нет? Нет. А ты бы так легла? Нет, не хочу. Страшно? Да. Правильное питание, регулярная двигательная активность и психологический покой. Врачи говорят, соблюдая эти требования, ваши дети будут здоровы. У Алисы все в порядке. Она знает главный секрет. Есть много каши и продуктов. Есть много каши и продуктов. А какие продукты? Ну, овощи всякие. По всей видимости, многие этими знаниями не обладают. Ожирение и избыточная масса тела стоит на первом месте среди воспитанников сада. Научить формировать здоровый образ жизни в семье – вот основная задача организаторов акции. Не только детский сад учит руки мыть, складывать одежду красиво, но если в семье это не поддерживается, а еще и хуже не делается, мы знаем, что у нас в семье есть разные, и уровень жизни тоже разный. Но какие-то навыки простейшего – мыть руки, кушать правильную еду, высыпаться, вести режим дня, чтобы он был грамотный и для человека полезный – это делается из семьи. Мы только можем поддержать, развить, помочь, научить, как это делать с привлечением таких специалистов, как Центр здоровья. Послушать тренинги специалистов пришли сотни родителей. Психолог, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель – здесь было чему научиться. Этот проект пока пилотный. Есть и поддержит это управление образованием и коллективы детских учреждений, но специалисты готовы работать. Специалисты Центра здоровья готовы приехать в любой детский сад или школу, обследовать детей и научить родителей всему, что сделает их детей физически и психологически здоровыми. Елена Власова, Виктор Горновской, Средина Земли, Бурятия. Ну а тем временем в Бурятии пройдут очередные международные соревнования по боксу. На этот раз они посвящены 60-летию победы первого чемпиона Олимпийских игр в Советском Союзе Владимира Сафронова. Сегодня Бурятская школа бокса находится на подъеме. Наши спортсмены не раз завоевывали медали чемпионов и призеров России. Батар Сагалуев, сегодня он прилетел, чемпион России Георгий Кушаташвили, Дарима Сандакова сегодня, они уже три дня тому назад прилетели со своим тренером, потом Михалом Чемпатуевым. Ну и естественно наша чемпионка России Наталья Шадрина примет участие. В соревнованиях примут участие команда из Монголии, Китая и 14 регионов России. Турнир по боксу «Байкал-2016» пройдет в главном спортивном комплексе Бурятии. Торжественное открытие состоится уже сегодня. На сцене Театра Российской Армии выступили китайские артисты. Программу представил театр оперы и балета, цирковая труппа, а также артисты китайского творческого коллектива людей с ограниченными возможностями. Кроме народных песен, русским зрителям представили жемчужину китайской культуры, пекинскую оперу. Далее передаем слово коллегам из Пекина. Здравствуйте, о чем расскажете в этом выпуске. Здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем, в студии Руслан Гасанова. Амурская область делает ставку на территории, опережающего развитие иностранной инвестиций. Прежде всего, со стороны Китая. Об этом глава региона заявил представителям ведущих китайских и российских СМИ. Встреча состоялась в рамках пресс-тура, организованного российским информационным агентством ТАСС, и китайской газетой Женьмин-Джибао. О роли Китая в экономике и при Амуре расскажут наши корреспонденты. Сельское хозяйство – крупнейшая отрасль экономики приграничных районов Амурской области. Территория опережающего развития в Белогорске не обошлась бы без предприятий, задействованных в этой сфере. Сейчас здесь зарегистрированы уже три резидента. Один из них – малоэкстракционный завод по глубокой переработке сои. Большая часть оборудования была закуплена у китайской компании. Эта компания является лидером по данному виду технологического оборудования в Китае. И мы поэтому с ними работаем эффективно уже на протяжении стилей. Мы отвечаем за техническую и технологическую части проекта. Завод начнет производство уже в ноябре этого года. Он сможет перерабатывать 800 дон сои ежедневно. Конечной продукцией станут соевое масло и соевый шрот. Если говорить о масштабах предприятия, то его можно назвать крупнейшим на Дальйном Востоке. На другой территории опережающего развития Приамурской идёт работа над ещё одним совместным российско-китайским инвестпроектом в сфере энергетики. Такое надо посмотреть. Нет ни одного объекта в России, чтобы начинался вот с этого, а потом с тройки. Здесь уже открыли общежитие для рабочих. Комфортные условия созданы для специалистов, которые будут участвовать в строительстве нефтеперерабатывающего завода. Совместное предприятие мощностью 6 миллионов тонн создаётся на территории России. Благодаря ему только во время строительства появятся 2000 новых рабочих мест. Когда завод начнёт функционировать, 75% продукции будут отправлять в Китай через Хэйхэ в Дацин для дальнейшей переработки. Льготная политика, действующая на территории опережающего развития, поможет значительно минимизировать затраты. Налоговые льготы, таможенные пошлины, льготы по социальным платежам в законе прописаны на 10 лет. Посчитав всё, что мы сэкономим за 10 лет, получается, как говорят в Одессе, огромнейшая сумма. 81 миллиард рублей мы сэкономим за счёт льгот по территории опережающего развития. Сегодня торгово-экономическое сотрудничество Амурской области с Китаем составляет в среднем от 80 до 95% всего внешнеторгового оборота региона. Местные власти надеются, что территория опережающего развития помогут добиться таких же экономических успехов, как у соседа. Покидая стены вузов, выпускники стоят перед сложным решением, где начать свою профессиональную карьеру. И чаще всего бывшие китайские студенты предпочитают отправиться в мегаполисы за высокой зарплатой, качественной жизнью и карьерным ростом. Но наши корреспонденты встретили человека, который после завершения магистровской программы предпочёл уехать в неразвитый сельский район. Он герой нашего следующего репортажа. Свой выбор он сделал давно. И если кому-то кажется, что диплом магистра как-то не вяжется с запущенной деревней, Ду Динь Сун считает иначе. Молодой человек отправился в западную провинцию Сучуань, в тибетский автономный округ, в деревню Гань Цзы. Правда, несмотря на то, что он был готов к жизни вне цивилизации, увидев деревню впервые, он был шокирован. Пейзажи здесь, конечно, потрясающие, люди очень гостеприимны. Но сама деревня очень отсталая. Здесь низкое качество жизни, и они такие бедные по сравнению с городами. И вот это соседство красоты и нищеты меня потрясло. Деревня находится на высоте 3000 метров над уровнем моря. Местные здесь живут за счёт животноводства и сельского хозяйства, но большинство всё ещё за чертой бедности. Уровень образования сельчан низкий, а появление молодого специалиста весьма неожиданно. Ду Диньсун искренне верит, что его знания и прогрессивные идеи изменят жизнь деревни к лучшему. Честно говоря, я мечтал о жизни белых воротничков, зарабатывать много денег, жить комфортно. Но однажды я подумал, что не в этом смысл. Я могу куда больше. Я могу помогать другим. В местной администрации Ду Диньсун повстречал таких же, как и он, отчаянных молодых специалистов. Они также отказались от комфорта городской жизни. И это также был сложный выбор. Было похоже, что я приехала из какой-то другой жизни. Сначала всё было неплохо, но потом началась аллергия, горная болезнь. Зимой здесь очень холодно, куда холоднее, чем в Пекине. В 300 километрах от деревни в городе Ченду работает отец Ду Диньсуна. Но его забота и поддержка сильнее расстояния. Я тоже деревенский. Жизнь там была трудна. Я был очень против его решений. Я хотел, чтобы он работал в офисе в Ченду. Но он убедил меня. Диньсун сказал, что там он сможет понять, чего действительно стоит, как специалист. Дорога домой 15 часов – это много. И теперь будет сложно часто видеть родителей, бабушку и дедушку. Я надеюсь, много лет спустя я чего-то добьюсь и смогу сказать, что не зря потратил свою молодость. И так, с сердцем полным надежд и уверенности, Ду Диньсун начинает свое путешествие в профессиональный мир. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова